Доброе утро, мои дорогие зрители, мои любимые подписчики! Посмотрите, какая у нас погода! Ещё вчера вечером лежал голый асфальт, а сегодня вот так вот красиво-красиво идёт снег. Крещение было, но крещенские морозы нас не напугали. Всего лишь было где-то 8 градусов мороза, а сегодня опять потепление, и вот так вот красиво. Прямо вот смотришь, ну красота такая, хотя я не люблю зиму, не люблю снег. Вот я уже вышла вот на улицу, просто надо сейчас почистить дорожки. Ещё немного насыпала, но я думаю, сегодня весь день он будет идти. Вот уже Максиму будет радости, потому что можно будет наконец-таки покататься на саночках. Вот, ну пойду, сейчас почищу немножко дорожки, да пойду кофе пить. А снег очень-очень лёгкий, такой вот пушистый. Я его просто вот с дорожек метёлкой сметаю, не надо никакие лопаты. И это очень хорошо. Конечно, если его насыпят много, то это уже будет тяжело. Но мне кажется, что вот и погода потеплела. Думаю, что будет он таять. Насыпет он, и потом растает. И опять будет мокрота под ногами, и грязь. Ну всё, буду чистить, надо дальше дорожку прочистить. Почтальон скоро придёт, почту принесёт. Скажет, почему вы мне не почистили дорожки. Ну вот, дорожки почистила. Пойду теперь пить кофе. Но, похоже, сегодня придётся целый день чистить снег. Потому что он, по моим прогнозам, заканчиваться не собирает. Думаю, что будет он сегодня весь день сыпать. Ладно, пошла я пить кофе. А то что-то даже, я знаете, перчатки не одела, и руки у меня немножечко замёрзли. Кофе сварила себе. Вот такое вот горяченькое. Хорошо сейчас попить горяченького кофе после улицы. С кусочком булочки. Это я всё ещё доедаю булки, которые напекла. Максюша, не трогай. Спасибо, Максюша, я возьму сама. Положи, положи, зайенька мой. Положи. Всё, я буду пить кофе. Положи булку, положи. Ну вот, попила кофе. А теперь я решила, что никуда я сегодня не пойду. И надо привести себя в порядок. Вымыла голову, потому что волосы, после того, как я очистила снег, волосы все намокли, стали такие неприятные. А всегда после дождя или после снега, когда волосы, потом они, и голова начинает чесаться, и волосы какие-то нехорошие. Ну, и вот, домыла вот этот вот шампунь. Это от Беллита Витекс. Масло Органы, жидкий шёлк. Очень мне понравился этот шампунь. Вот, закончился он у меня. И нанесла на лицо вот такой вот пилинг. Вот, недавно я его тоже приобрела. Это тоже от Беллита Витекс. Сейчас личико немножечко почистится. И потом уже нанесу себе маску. А пока займусь стиркой. Есть у меня немножко мелочёвки, которую надо постирать. Ну вот, время прошло. И сейчас надо вот такими вот движениями этот пилинг по лицу размассажировать. Вот. Чтобы вот он с этими скрабиночками всё это очистилось. То, что уже отстало лишнее от моей кожи. Вот. Сейчас вот это вот всё почистим. Вот так вот. И смоем. Пилинг этот смыла. Но смываю я вот такой вот губочкой. Не люблю я размазывать по лицу. Руками. И нанесла маску. Маску нанесла вот такую вот. Это тоже от Белита Витекс. Коррекция морщин для лица, шеи и декольте. На шею никуда не наносила, потому что я в рубашке здесь. Вот. Я обычно на шею уже наношу, когда я моюсь. Ну а сейчас эта масочка будет 20 минут. За это время я сделаю небольшие постирушки. Вот. Потом смоюсь и всё. Приведу волосы в порядок. Вот такое вот у меня утро. Волосы почти подсохли. Вот. Хочу вам показать, какая я кучеряшка. Вот такие вот в естественном виде. Вот такие вот у меня волосы. Вот так вот они вьются. Поэтому я их всю жизнь пытаюсь их распрямить. Но теперь уже перестала особенно по этому поводу переживать. А в молодости всегда хотелось, чтобы у меня были гладкие прямые волосы. Ну а сейчас вот такие вот они у меня кучеряшки. Я их нанесла бальзамчик после того, как они немножечко подсохли под полотенцем. И сейчас расчешу. Расчешу их щеткой. Сначала расческой, которую я вам показывала. Большим таким зубостым сооружением. И потом щеткой разглажу. И накручу снизу 4 бегутины и на челку. Вот и все мои ухаживания за моими волосами. Ну нет, я имею в виду, конечно, я делаю масочки для волос. Я мою их, подбираю шампунем. О, какая вся. Вся оказалась мокренькая. Вот такая вот я сегодня несимпатичная. Мокрая вся. Ну, вот такая вот, какая и есть. Ну вот, все очищающие процедуры сегодня проведены. Можно нанести крем. Это у меня крем от Фаберлик. Кислородная сияние серия. Вот крем дневной баланс. И зайти, может быть, в компьютер. Надо посмотреть, что там делается. Ютуб прислал мне предупреждение, что с 20 февраля отключается у меня монетизация, если у меня нет тысячи подписчиков и 4 тысячи просмотров. Надо зайти, посмотреть, сколько у меня там за полгода просмотров. Ну, а тысячи подписчиков у меня немножко-немножко не хватает. Очень-очень жаль. Старалась я, старалась. Конечно, я не пыталась. Я никого, никого не уговаривала. Не заходила на другие каналы, как это делали многие. Заходили на канал, просто писали, что ваш канал понравился. Давайте взаимную подписку. Я этого не делала. Никого не упрашивала подписаться. Кто хотел, кому нравилось, тот подписывался сам. Если ему нравилось смотреть мои видео. Вот, ну вот теперь у меня вот такое вот горе. Но не такие уже большие я деньги получала за свои видео. Вот 3-4 доллара в месяц. Это такое можно и пережить. Ну, конечно, обидно все-таки. Это стимулировало что-то заработать. Это, конечно, стимулировало. Ну, времечко еще есть. Надо будет посчитать, сколько у меня за полгода было просмотров. И потом, может быть, еще кто-то подпишется. Я никому, никому не звоню, никому не пишу. Потому что, ну, что, зачем человека принуждать к этим подпискам. Пришла почта, пришел мой новый журнал «Семья» называется. Этот журнал первый раз он вышел. Вот, полистаю его, посмотрю, что тут за журнал. Открываю прямо с середины. Тут все такое семейный релакс. Бабули, кошка портит мебель. Кроссворды есть, но кроссворды я никогда не решаю. Звездный гороскоп. Почему не стоит делиться своими планами. Вот это вот интересно. Надо почитать. Вот. Это я выписала его на один только месяц. Он в месяц приходит один раз. Почтальонша сказала, новый журнал посмотрю. Если он мне понравится. Если есть тут что такое достойное, чтобы для себя почерпнуть, то, конечно, я его выпишу дальше. Ну, а пока только вот посмотрю. Сегодня почтальон мне журнал принесла. Ну, все, буду заходить в компьютер. Посмотрю, что у меня там где. На ютубе что. Вот. Волосы высохнут. Надо будет сходить, наверное, в магазинчик сбегать. Что-нибудь вкусненького купить. Ну, вот зашла на свой канал. 987 у меня подписчиков. И море ваших комментариев. Спасибо, мои дорогие, мои любимые подписчики. Спасибо, что вы мне пишете. Это очень приятные слова. Вот. Татьяна Литвиненко, Мира Мейрманова, Светлана Верба прислала мне. Екатерина Кирсанова, Гюльчатай, Настя Геллер, Олесечка, Киричек или Киричек. Не знаю, Олеся, как у тебя произносится правильно твоя фамилия. Извини, Светлана Дан, Гульнара Нургалиева, Ирина Ирина. Девочки, миленькие мои, большое вам всем спасибо. Я, конечно, не брошу свой канал, потому что у меня есть вы, мои дорогие. Не имеет значения, есть ли у меня тысяча подписчиков, но у меня есть. Есть вы, которые меня вдохновляют, которые доставляют мне такие приятные минуты, когда я читаю все ваши комментарии, все ваши письма. Очень вас люблю, большое-большое вам всем спасибо. Я, конечно, всегда буду с вами для того, чтобы вы мне даете эту радость. И буду стараться давать вам радость я. Ну вот такой вот у меня сегодня получился сборный блог. Выложу его на канал. Читайте, смотрите, пишите, спрашивайте. Обязательно буду отвечать. И буду делать то, что вы будете просить. С вами была Галина.